В 2 или 3 часа ночи я увидел приближающиеся огни вокруг дома. Я изо всех сил выкрикивал им все ругательства, которые я только знал. «Ты сумасшедший, прекрати!» Приехала полиция, нарушение общественного порядка. Родившись в довольно интересной семье, я всегда знал, что идентичность моих родителей была немного разной. Мой отец еврей, моя мама не еврейка. Знаете, Ханука был еврейский праздник, Песох был еврейский праздник, но Рождество и Пасху были праздниками христианскими. Поэтому я вроде как знал, что мы празднуем праздники обоих моих родителей. Духовная сторона вопроса — ее не было. Однажды меня отправили летом в лагерь. Мне было, наверное, 6 или 7 лет. Моя мама отводила меня туда на день. Я возвращался домой из лагеря и ходил по дому, напевая песни, которые меня там научили. Иисус любит меня, и я это знаю. Мой папа разозлился. Не может быть, чтобы мой маленький еврейский сын приходил домой из лагеря, напевая об Иисусе. Я определенно пытался найти себя в подростковом возрасте. Я верил в Бога, я молился время от времени. Мне было очень не по себе в своей собственной шкуре. Я невероятно хорошо знал самого себя. Я думаю, можно сказать, что когда начал самый первый год в колледже, я смотрел на себя в зеркале и думал, «Никто из твоих друзей не любит тебя. Они просто тебя терпят». Я пытался самоутвердиться, благодаря более крутому поведению, зарабатывая больше денег, и это никогда не работало. Неважно, сколько подтверждений или доказательств я получал от других людей, этого никогда не было достаточно. Я думаю, это достигло апогея. Я был в доме у друзей, там было много народу. Думаю, мы просто проводили вечер, у меня было примерно 18. Я по какой-то причине был уставшим и заснул на диване внизу. И я проснулся, было около двух часов ночи, а они еще не спали. По сути, их даже не было больше в доме. Из-за своих страхов и того, что я переживал, я очень беспокоился о том, что что-то пропустил. Потому я вышел на улицу и начал их искать. А я думал, конечно, вот еще один пример того, что они совсем обо мне не думают, и я их не волную. И вот я стою рядом с домом в округе Монгомери, штат Мэриленд, изо всех сил крича им. Из моих уст исходили все ругательства, какие я только знал. Я видел приближающиеся огни со всех сторон. Наконец, один из них услышал меня, пришел и сказал, «Что ты делаешь? Ты сошел с ума! Прекрати!» Приехала полиция. Нарушение общественного порядка. Мне было очень стыдно, потому что я втянул в это своих друзей. Так я, наконец, сломался. Я пришел к своей маме и сказал, «Не знаю, что делать, потому что не могу продолжать получать полухие оценки, не могу продолжать разрушать свои отношения». И она сказала, «Может, тебе следует сходить к психологу?» Я не хотел идти к психологу, потому что это означало бы, что у меня есть проблемы. Хотя внутри я точно знал, что у меня проблемы. И она отправила меня в христианский консультационный центр. Там я смог поговорить обо всех своих проблемах, и впервые кто-то понял их. Когда мы общались, я начал понимать, что я все чувство собственного достоинства основывал на других людях. Я понял, насколько это шаткий фундамент. Потому что люди не идеальны, и я не идеален. И основывать свою самооценку на других людях, которые очень неоднозначны, это не то, как следует жить. Но что он на самом деле сделал, он познакомил меня с этим парнем, Иисусом, которого я называл Иешуа, о котором мне рассказывали, которого мне показывали в Библии. И что он сделал для меня, он дал мне победу. Что он сделал для меня, он сделал меня нормальным человеком. И при этом от меня не требовалось ничего, кроме как признать его. Он дал мне чувство собственного достоинства, он дал мне эту стабильность, которую я искал. Я вдруг познакомился с этим парнем, который был настолько стабильным, насколько это возможно. И я понял, что мне не нужно больше бороться, чтобы самоутвердиться. Мне не нужно пытаться снова и снова быть нормальным. Я смотрел на мир, как на полупустой стакан, а с Иешуа я взглянул на мир, как на стакан, который наполнен до краев.